Налоговые органы ранее ежегодно оповещали владельцев квартир физических лиц о необходимости уплаты налога на недвижимость. Однако до 1 января 2022 года данные сообщения не касались тех лиц, в чьей собственности числилась только одна квартира. Текущий год принёс с собой нововведение, и теперь в том числе и им стоит позаботиться о своевременном внесении платежа. «Льгота в отношении одной квартиры сохраняется для лиц, достигших общеустановленного пенсионного возраста или лиц, имеющих право на пенсию по возрасту со снижением общеустановленного пенсионного возраста, инвалидов 1-й и 2-й группы, несовершеннолетних детей, лиц, признанных недееспособными, военнослужащих срочной военной службы, физических лиц, проходящих альтернативную службу, участников Великой Отечественной войны и иных лиц, имеющих право на льготное налогообложение в соответствии с законом Республики Беларусь и ветеранов. Следовательно, если данные лица имеют собственности только одну квартиру, они освобождаются от уплаты налога на недвижимость». В случае, если физическому лицу, относящемуся к льготной категории плательщиков, принадлежит на праве собственности две и более квартиры, льгота по налогу на недвижимость предоставляется по той квартире, налоговая база по которой больше. А вот для членов многодетной семьи льгота применяется не по одной, а по всем квартирам, принадлежащим им на праве собственности. Также обращаем внимание, что с 2022 года предусмотрен новый порядок уплаты налога на недвижимость. «Уплата налога на недвижимость за 2022 год будет производиться в следующем порядке. Не позднее 15 ноября 2022 года необходимо уплатить авансовый платеж в размере 50% от исчисленной за 2022 год суммы налога, который уплачивается на основании извещения налогового органа, вручаемого физическому лицу не позднее 1 сентября 2022 года. Не позднее 15 ноября 2023 года необходимо осуществить доплату налога на основании извещения налогового органа, вручаемого не позднее 1 сентября 2023 года». За более подробные консультации можно обратиться в любой налоговый орган. Информация также содержится на сайте Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь в разделе для физических лиц. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова